Школьником был, мне было 14 лет, снег, дождь идет, нас директор школы заставляет выходить, собирать хлопок мокрый. Мои дети возмущаемся, он говорит, вы что, американцы, военная угроза, хлопок, хлопка делает порох, пули, мы работаем на бронспособность страны. Это одно из немногих, фактически случайное воспоминание Мухтара Аблязова о своей юности. О том, как он жил до того, как стал политиком, Мухтар практически не рассказывал. Исключением стало только его интервью газете «Ведомости», в котором он написал свои «школьные годы». У нас была обычная сельская семья, папа, преподаватель, мама, библиотекарь, пятеро детей. Окончил десятилетку в родном райцентре Ванновка Чемкенской области с одной четверкой по русскому языку. За золотую медаль директор школы требовал взятку в 200 рублей. Родители были готовы заплатить, но я возмутился и сказал, что на экзамен тогда не пойду. Учился в сельской школе, поэтому, как у нас тогда было, с 10 лет работа. Полгода копал картошку, собирал виноград, хлопок, полол лук, а остальные полгода учился. Увлекался шахматами. В 14 лет уже точно знал, чего хочу от жизни – быть ученым-физиком. Вот что сестры Мухтара рассказывают об их матери и семье, в которой выросли. На момент интервью их брат находился в тюрьме, где оказался за создание демократического выбора – Казахстана. Если ты не владеешь языком, если ты не получил нормальное образование, то тебе мало на что надеяться приходится. Поэтому она задалась этой целью, всех нас остальных отдала в русскую школу. Причем сама она достаточно плохо говорит по-русски, а вот нас вот она решила, что мы должны обязательно получить хорошее образование. Родители Мухтара хотели дать детям самое лучшее образование. Они делали все, чтобы дети поступили в престижные вузы, но при этом денег на жизнь катастрофически не хватало. У папы была зарплата 100 рублей, а у мамы где-то 70-80 рублей. Это зарплата районного библиотекаря. То, что мы скромно жили, у нас дома в трех комнатах был кошмар, который наши родственники делали. Так особо мы богато не жили. Мы считали, что это среднее. В том же интервью ведомостям Мухтара Блязов так рассказал о поступлении и своих студенческих годах. В 17 лет поступил в Алма-Атинский госуниверситет, но быстро понял, что нужен более высокий уровень обучения. И на третьем курсе перевелся в МИФИ, на кафедру теоретической ядерной физики. Москва очень много мне дала, это были лучшие годы, хотя и тяжело было. Учился и подрабатывал где придется. Родители могли прислать максимум 20 рублей раз в три месяца. Тогда в Казахстане даже чай был дефицитом. «Я продукты родителям из Москвы привозил». Его младшая сестра тоже училась тогда в Москве и вспоминает, как брат помогал в учебные годы не терять связь с семьей. Я прихожу к Мухтару и говорю, Мухтар, я хочу к маме. Он говорит, ну денег нет, какой? Куда ты поедешь? У меня все, у меня истерика, я в слезах. Решается проблема очень просто. Они тогда, ребята, собирались, ночами грузили картошку. Ну, ребятам было в этом плане гораздо проще. И Мухтар, видимо, заработал деньги. Я не знаю, меня, собственно, это не так очень интересовало, в связи с того, что я младшая. Он просто мне находит деньги и отправляет домой. Период, когда Мухтар окончил ВУЗ, пришелся на очень тяжелое время. Тотальный дефицит товаров усугубился крахом финансовой системы. СССР начал разваливаться, а экономический кризис только набирал обороты. В этот момент государство разрешило гражданам заниматься частным предпринимательством, чтобы они могли сами себя прокормить и как-то помочь остальным. Самые активные воспользовались такой возможностью. Вот и Мухтар Аблязов рассказал, как получил свою первую работу в университетской лаборатории. Ну и захожу к нему и говорю, вот такая ситуация. Вы меня обязаны принять, вы ректор, вы обязаны принять. Он говорит, слушай, у тебя прописки нет. Все, ладно, все будет. Я говорю, не, подождите. Я не собираюсь никуда уходить. Пока у меня не ищите, я никуда не уйду. Он такой, ты что такой? Ты кто такой? Откуда ты взялся? Езжай к себе на родину в Шенкенскую область. Я говорю, слушай, почему здесь родина? Вот статья такая, вот закон, вот то-то. Давайте исполняйте. Что вы тут мне тут на кнопки нажимаете? Он такой, ух ты, какой интересный мальчик. А потом говорит, бездинг баланс. Он сам в родном из Шенкен, бездинг баланс называет. Нажимает на кнопку, вызывает, проектора. Иргожин был такой. Говорит, ну, хорошо, подожди. Ну и вот так сели, нам чай понесли. И он такой заинтересовался. Но на зарплату научного сотрудника в 120 рублей в месяц с женой и маленьким ребенком было сложно прожить. Поэтому Мухтар решил окончить аспирантуру в Москве, несмотря на уговоры жены бросить науку и пойти на стройку. Когда он вернулся в Алма-Ату с научной степенью, дома его не ждал радушный прием. Когда вернулся в Алма-Ату, все уже знали, что я аспирант. С работы меня тут же уволили, объяснив, что я все равно через полгода уеду в Москву. И из общежития попросили съехать. В общем, без работы, без жилья, тут еще дочка заболела двусторонним воспалением легких. Хорошо удалось договориться с комендантом общежития за бутылку водки. Он делал вид, что нас не замечает. Но нужно было на что-то жить, и я занялся бизнесом. Старшая сестра Мухтара Аблязова так вспоминает разрушенные мечты в науке и первые шаги в бизнесе. По его программе, по тогда, когда он мыслил, он должен был быть кандидатом на УРК 25-26 лет. И справился. Он бы это и сделал бы, если бы он не пошел в этот бизнес, который у нас же вся жизнь поменялась, как пришло время Горбачева, время перемен. И ему надо было... Он поступил в аспирантуру. Дальше должен был учиться, но так как по финансам у него были сильные трудности, и он решил заняться сначала небольшим бизнесом. Остальная жизнь Мухтара уже вошла в историю. Крупнейшая компания в Казахстане, банк, первое массовое оппозиционное движение, его деятельность запустила новейшую историю Казахстана. Теперь он лидер политического движения и кандидат на пост премьер-министра Казахстана.